Девушки отдыхают Принципы, благодаря которым получилось волшебство Сегодня в программе Бен проделывает трюк с исчезающим кораблем Как вы это сделали? Уэйн считывает с машины информацию о его владельце Я занервничал Мало ли что он мог сказать Билли разрушает все законы гравитации Понятия не имею, как она это делает Думаю, это магия А Джеймс решается на совершенно жуткий магический эксперимент Не знал, что вампиры тают по пятницам Джеймс Галлия Бен Хенлин Уэйн Хучин Билли Кит Наука магии Маги не делятся секретами своего колдовства Но наука всегда может объяснить факты Мы взяли научные эксперименты и превратили их в волшебство Магия и наука схожи тем, что пытаются сотворить невозможные на первый взгляд вещи И сейчас вы увидите, что мы имеем в виду Бен приветствует нас в районе Гримвич, морских воротах Лондона Сегодня он выступает в роли владельца антикварной лавки Мне нравится антиквариат Истории некоторых предметов бывают совершенно удивительными Я расскажу одну из них Сегодня я играю роль владельца антикварной лавки И хочу поразить своих покупателей трюками, за которыми стоит наука Леди и джентльмены, не хотите приобрести памятный сувенир? Скидки только сегодня Возьмите домой кусочек истории Я вижу, вы хотите что-то купить Подходите Ребята, давайте я покажу вам свои корабли в бутылках Давайте Мне кажется, вам будет интересно Как вас зовут? Джош Хорошо Коннор Очень приятно Выберите любой корабль, и я расскажу вам его историю Может, этот? Охенлин Охенлин был торговым кораблем, который доставлял чай по всему миру Он исчез в 1772-м, когда шел из Портсмута в Америку Пропал в море Кто-то говорит, что корабль затонул, наткнувшись на скалы из-за сильного тумана Но большинство людей считают, что корабль атаковали пираты В него выстрелили из пушки, он затонул Можно вас попросить взять в левую руку пушку Теперь направьте ее на корабль и скажите бум Бум Обычно звук пушечного выстрела громче, правда? Итак, на счет Раз, два, три Бум Он и правда испарился Так же, как и его прообраз Смотрите Да вы волшебник, точно говорю Я никогда не видел ничего подобного Этот парень настоящий маг Возьмите пушку Раз, два, три Бум Где он? О боже Куда все-таки исчез корабль? Раз, два, три Бум Он исчез, как настоящий ухендлин Он как будто взорвался Был такой звук Знаете, как когда пробка вылетает из бутылки Круто Спасибо Мне нравится, что можно придумывать истории предметом Хотелось бы, чтобы и моим именем назвали корабль Вам, конечно, интересно, как в бутылке появился туман Это обычная физика Не больше, не меньше В бутылку заранее добавили несколько капель алкоголя И обычной воды Затем с помощью насоса в бутылке создали высокое давление И закрыли ее крышкой Когда Бен вытащил пробку Произошла резкая разгерметизация бутылки Что вызвало быстрое расширение воды, алкоголя и воздуха внутри Соответственно, температура в бутылке упала Что и стало причиной образования тумана из капель воды и алкоголя По этому же принципу происходит формирование облаков в атмосфере Мачта у корабля была складная Что позволило Бену вытащить его из бутылки При помощи маленького трюка Проделанного под прикрытием тумана Вы сможете поместить его обратно? Да, хотя нет, это уже другой трюк В следующем сюжете мы перемещаемся в Нью-Йорк Где Уэйн встречается с профессиональным водителем Билли, который регулярно моет свой лимузин на этой автомойке Готовы? Уэйн попросил Билли остаться среди зрителей Потому что хочет продемонстрировать ему неведомые стороны его любимой машины Билли так много проводит времени со своим автомобилем Что даже дал ему имя Стретч Я сделаю вот так Да, думаю, для магического ритуала самое то Очень любопытно Сейчас я попробую прочитать мысли Стретча И попробую рассказать вам, о чем он думает Нравится идея? Возьмем немного воды Вы купили недавно новый фотоаппарат? У меня их много, я вообще-то фотограф Вы фотограф? Это моя работа Он спросил меня, чувствую ли я связь с машиной Я сомневался, но оказалось, что связь есть Давайте теперь все смоем Фотоаппарат исчез с капота так же быстро, как и появился Еще немного воды? Когда картинка исчезла с капота машины, я почувствовал облегчение А то меня могли бы уволить То, что он заставил картинку исчезнуть, произвело на меня даже большее впечатление Это еще не все Очень интересно Я чувствую отрицательную энергетику Кажется, Стрэйч ревнует Когда он сказал, что Стрэйч ревнует, я даже занервничал Мало ли что он мог сказать Рита Ди? Это название моей лодки Лодки? Да Вот он и ревнует Когда я увидел на капоте название своей лодки, я вздохнул с облегчением В ревности к лодке нет ничего страшного И это мы тоже сейчас моем Я никогда в жизни не видел ничего подобного Это просто невероятно Все знают, что это фокусы Но мало кто понимает, как они работают Это выглядит колдовством Но это всего лишь химическая реакция особых кристаллов Можно подумать, что в воде, которую использовал Уэйн, содержится невидимая краска Но это не так Это самая обычная горячая вода Ответ написан прямо на капоте машины Уэйн предварительно попросил, чтобы машину Билли покрыли особой термохромной краской Которая при нагревании меняет цвет В этой краске содержались жидкие кристаллы черного цвета При комнатной температуре частички, из которых состоят кристаллы, располагаются хаотично Позволяя свету отражаться от своей черной поверхности Когда температура превышает 25 градусов, эти частицы внутри кристаллов перестраиваются Позволяя свету проходить сквозь себя, делая слой краски прозрачным Позволяя увидеть рисунок, нанесенный под ней При воздействии холодной воды, частицы возвращаются в свое первоначальное состояние Становясь черного цвета и скрывая рисунок Вы только посмотрите Вы спросите, как же Уэйн узнал столько фактов о жизни Билли Все просто Билли сдал его же босс, поспособствовав тем самым эксперименту Одно из самых приятных ощущений во время таких фокусов — наблюдать за реакцией людей Смотреть, как на их лицах появляется изумление Когда я проводил свой магический обряд над машиной Билли, было видно, что ему не столько интересно, как я это делаю, сколько то, что в конечном счете станет с его автомобилем Мы в северной части Лондона, где Билли докажет прохожим, что позитивное мышление способно противостоять даже законам гравитации Магам нравится совершать невозможное Я собираюсь разрушить все представления о законах гравитации при помощи позитивного мышления и стакана воды Не могли бы вы подержать эту бутылку? Хорошо Давайте накроем стакан куском ткани Вот так Вам ведь видно через ткань? Да Да Давайте нальем в стакан немного воды Хорошо Да, этого будет достаточно Как вы видите, вода свободно проникает сквозь ткань и, соответственно, она может вылиться Ну да Подольем еще Еще? Да, нальем еще Так, достаточно Хорошо У вас есть с собой мобильный? Да, есть Достаньте его Возьму рабочий Рабочий? Да Держите его в левой руке Отлично Теперь я хочу, чтобы вы подумали о чем-то хорошем Я всегда так делаю Замечательно Мыслите позитивно Да Говорите вслух Мой телефон не промокнет Мой телефон не промокнет Постоянно повторяйте Мой телефон не промокнет Продолжайте мыслить позитивно Мой телефон не промокнет Продолжайте Продолжайте Ух ты, мой телефон не намокнет, не промокнет Достаточно Уберите телефон Вот это да Честно говоря, я боялся, что мой телефон промокнет, поэтому и взял рабочий. Том. Том и Уэнди. Хорошо, Уэнди, я Билли. У вас с собой есть телефон мобильный? Да. Есть? Вы что-то нервничаете. Доверьтесь мне. Хорошо. Я хочу, чтобы вы мыслили позитивно, хорошо? Думайте о чем-то хорошем, например, о том, чтобы телефон не намок. Теперь говорите вслух, мой мобильный не промокнет, он не промокнет. Мой мобильный не промокнет, не промокнет. А теперь уберите ваш телефон. Медленно. Видите? Все в порядке. Лучший фокус, что я видел. Как же Билли смогла заставить воду преодолеть законы гравитации? Ведь мы видели, что вода спокойно проходила через не очень плотную ткань. Почему же она не вылилась, когда стакан перевернули? Этого не произошло из-за поверхностного натяжения воды. Молекулы воды характеризуются не очень высокой степенью сцепления. На поверхности воды сила молекулярного сцепления образует своего рода мембрану, удерживающую молекулы внутри. Эта мембрана заполняет также дырочки в ткани, из-за чего вода не проливается наружу. Феноменом поверхностного натяжения можно также объяснить то, почему маленькие жуки могут свободно скользить по воде, а также то, почему вода образует капли при падении. Но если стакан чуть встряхнуть, как сделала Билли, мембрана разрушается, и земное притяжение берет свое. Вот это да. Принцип понятен. Можно попробовать это сделать самому. Что делаешь, Билли? Продолжаю практиковать магию. Здорово. Ничего не скажешь. Хочешь? Я уже обедал. Ну и потом я белый маг. Хотя было бы интересно оказаться в роли черного. Сегодня тема вампиризма захватила романы, кино и телевидение. Было бы здорово убедить поклонников этих существ в том, что я тоже принадлежу к миру живых мертвецов, и для этого мне опять придется вооружиться наукой. Никто ведь не верит в существование вампиров. Или? Для своего магического шоу Джеймс выбрал старую недействующую тюрьму Лондона, которой уже более двухсот лет. Добрый вечер. Пройдемте, пожалуйста, за мной сюда. И мрачное место действия, и зловещий ассистент были подобраны специально, чтобы убедить публику в том, что Джеймс один из ныне живущих вампиров. Все знают, что вампиров на самом деле нет. Но может ли публика быть уверенной в этом на все сто? Джеймс приготовит свой секретный химический состав, чтобы доказать всем, что он и есть самый настоящий вампир. Располагайтесь вдоль этой стены. А вы встаньте вот сюда. Это святая вода. Всем известно, что вампиры не выносят ее. Однако она притягивается к ним, пытаясь их уничтожить. Подставьте свой палец под воду. Ничего не происходит. Потому что вы смертны. Смотрите. Так называемая святая вода как бы притягивается к пальцу Джеймса. И зрители не понимают, почему это происходит. Это сложно объяснить, но он как будто притягивает воду. Кажется, дело пахнет нечистым. Все это очень непонятно и странно. Я не знаю, почему это произошло. Не могу объяснить. Не могу. Публика не знает, что за всем этим стоят научные знания. Но Джеймс готов шокировать их еще больше. Мы пойдем еще дальше. Если святая вода вдруг попадет мне на кожу, это может стать для меня началом конца. По виду в бутылке была самая обыкновенная вода. Но как только она пролилась на его кожу, она превратилась в кровь. Разве не странно? Я понятия не имею, как такое может быть. Мне кажется, это и впрямь похоже на магию. Далее Джеймс попытается окончательно доказать, что он и правда вампир, расплавив свою плоть святой водой. Наука магии Глубоко под землей в бывшей старой тюрьме Лондона, Джеймс проводит леденящий душу сеанс магии для любителей фильмов ужасов, пытаясь доказать, что он вампир, дитя тьмы. Мы уже видели, как он притягивает к себе святую воду, и как эта же вода оставляет на его коже кровавые следы. Но сейчас он хочет заставить всех по-настоящему поверить в то, что он и вправду проклят, расплавив свою плоть в десяти литрах так называемой святой воды. С фактами не поспоришь. Посмотрим, может, я правда проклят? Я хочу уснуть навечно. Я в порядке. Все нормально? Да. Это святая вода. Если он и вправду проклят, то его ждет конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он облил его святой водой, и он растворился. Можно было наблюдать, как он таял прямо на глазах несколько минут, и он исчез. Когда подняли покрывало, там была только липкая субстанция, как будто человек и вправду растворился. Он просто испарился. Не знаю, как это произошло. Я в замешательстве. Не понимаю. Необъяснимо. Вопрос. Как Джеймсу удались все эти мрачные вампирские трюки? Вода притягивалась к нему, потому что он подзарядился статическим электричеством от спрятанного генератора Ван дер Графа. Отрицательно заряженные электроны, проходящие сквозь него, притягивали положительно заряженные молекулы воды. В бутылке со святой водой было два отделения с двумя совершенно разными жидкостями — хлоридом железа и тиоцианатом калия. Попадая на руку Джеймса, жидкости смешивались. Бесцветный хлорид железа вступал в реакцию с тиоцианатом калия, образуя тиоцианат железа красного, как кровь, цвета. А во время последнего трюка Джеймс просто ускользнул из-за занавески. Вместо него в гроб был положен муляж человека из пенополистирола. Святая же вода была на самом деле ацетоном-растворителем, который используется в жидкостях для снятия лака. Стироловый пенопласт состоит в основном из пузырьков воздуха, а ацетон быстро разрушает его структуру. Воздух высвобождается, в результате чего остается лишь липкая масса. Мы использовали несколько хитроумных научных приемов, чтобы убедить зрителей, что вампиры существуют. Хотя все знают, что на самом деле их нет. Ну, или лучше думать, что их нет. Все произошло очень быстро. Куда он ден лодку? Не могу понять. Я понятия не имел, что он собирается делать, и был очень поражен. Кажется странным, но я все понял. Это магия. Меня поразило, как быстро он растаял. Это трудно объяснить.